Всем привет! С вами канал AlexDNPro. И сейчас мы начинаем выживание в Майнкрафте. А именно, мы построим дом. Это первая наша задача. Дома, как известно, бывают трех основных типов. Это обычный дом на берегу озера или просто на какой-нибудь земле. Дом на дереве и дом в пещере, то есть оборудованная пещера под жилище. Но в любом случае нам понадобится само дерево. Итак, начинаем собирать древесину. Конечно, для того, чтобы собирать древесину более быстро, нам понадобится какой-нибудь топор, инструмент. Но на начальном этапе можно повозиться и голыми руками повыбивать древесину. Так, еще собираем. Есть пока прям вообще. Откройте инвентарь, он пишет. Типа, посмотрите, что у вас там есть. Для этого нам надо нажать на B. Ну, пока не будем нажать. Да и так все понятно. У нас тут и так пока что карманы показываны. Так, вот смотрите, для семена это хорошо тоже, могут пригодиться. Ого, береза там была. Да, кстати, отлично. Тыковки, тыковки. И тыковки вообще у нас такой отличнейший мир. Но я бы все-таки построил домик непосредственно в горе. Вон смотрите, там есть сундучок, по-моему. Ой, тыковки, да это? Да, тыковки. Так, сколько нам еще дерева понадобится? Я думаю, еще пару бревен срубить и будет достаточно, да? Да, наверное. Пару деревьев. Мы сделаем в горе, ну то есть сами, да? Да, будем делать в горе пещеру. Сами мы это возьмем, заодно и добудем булыжник. Да, мы добудем там булыжник. Вот, посмотрим, как все все происходит. Сделаем здесь каменный набор и убьем овечек, чтобы быстрее переждать эту ночь. Да, главное это поспешить, обустроить же вещи до наступления ночи. А то просто заспаунится какой-то там крипер и нас убьет. Да, да, если бы он один еще был, другое дело. Так их там может быть целая куча. Целая стая криперов. Они мои самые нелюбимые. Ну, пожалуй, можно начинать. Значит, вот здесь вот будем делать вход в наше жилище. Вход у нас будет двойной. Поэтому бьем все на два блока. Ну, а сам дом сделаем давай хотя бы на четыре. Не, ну, а внутри уже, конечно, сделаем большой просторный дом. Ну, для начала будем расширяться на столько, на сколько нам это будет необходимо. Так, и вот уже пошли первые трудности. А именно, пошли булыжники. Сейчас мы для этого сделаем досок, сделаем верстак и сделаем себе эту... Кирку. Да, кирку. Пока что деревянную. Так, стак готово. Есть, да? И еще давай добьем немножко. Открыты новые рецепты, загляните в справочник. Все, отлично. Так, делаем теперь... Верстак. Верстак только делать будем вот теперь... Давай, здесь, в принципе, сделаем, да? Да. Так, что нам для этого понадобится? И палочки еще понадобятся. И еще вот сюда, да, нам понадобится? Там мы просто дальше продолжим. Готово, верстак. Один верстак будет достаточно, нам двойной не нужен сейчас, да? Вот это вот убирай. Так, и палочек. Сколько палочек? Четыре. Четыре будет достаточно, отлично. Давайте восемь вот так вот. Да, и забираем вот эти вот наши доски. Так, доски собрали. Отлично, значит, теперь верстак. Пока поставим его, конечно, на улице, но потом мы его... Он, в принципе, недорогой, да? Мы его, в принципе, потом можем будем сделать еще один. Итак, берем наш верстак и ставим, размещаем здесь. Отлично. Итак, дальше. Нам теперь нужна будет... Деревянная кирка. Вот такой вот у нее рецепт. Запоминайте, как буква Т. Давай, знаешь что, сделаем сразу парочку. Да ладно, мы потом еще и каменную сделаем. Отлично, точно. Ага, вот мы можем сейчас забыть и каменную сделаем. Точно, да. А потом сделаем, если что, каменную уже. Это отличная идея. Итак, поехали. Смотрите, как быстро пошла работа. Прям настоящий старатель. Новое достижение. Каменный бег. Отлично, прям вообще. А это, кстати, деревянная, она очень-очень быстро махает. Машет он, да. Не совсем так, прям, чтобы и быстро... Да, но быстро махает, а вот разбивает блоки не очень быстро. Итак, смотрите, мы уже углубляемся неплохо. Поэтому давайте еще чуть-чуть... Может быть уже каменную сделаем, так быстрее будем. Кстати, да, давайте сейчас сделаем каменную. Пройдемте давайте сюда, обратно к нашему верстачку. Сделаем каменную и... Рецепт у нее такой же, только сделаем вместо дерева, берем блыжник. Так, отлично, есть. И вот так вот. Две палочки ставим. Супер. Вот парочку вот таких вот кирочек, можно взять даже парочку, я думаю, да? Ну да. Все, отлично. Сразу две возьмем. Да. Да, все, вот так вот, есть. Окей. Новое достижение. Обновка. Так, ну это давайте, может, добьем киху, да, уже, или как? Да не, а... Переключим на более крутую. Смотрите, как быстро вообще бьет. Так, класс. Так, давайте подумаем, сколько нам нужно для расширения. Я полагаю, где-то вот так вот. Плюс, кстати, потолок, да? Мы еще потолок не обрабатывали. Потолок ведь это тоже пространство, да? Ну да, это тоже пространство. Но самое оптимальное это на 4. Вот так вот разбиваем здесь. Чтоб все, крутяк был. Да, 4 блока должно быть. Это самое такое. Да, самое общее, чтоб было именно просторненько, так, чтобы не цепляться головой, да? От потолок. Разбиваем вот здесь вот. Смотрите, сколько много блоков уже накрошили. Потому что это каменная из булыжника кирка. И диорит еще мы получили. Да, да, да. То есть крутой камень. Потом будем его использовать. Попозже все узнаете. Давайте для начала обустроим наш, я бы даже так сказал, не домик прямо, а дворец у нас целый получается. С такими высокими потолками. Для начального уровня, я бы сказал, что они довольно-таки очень-очень высокие. Что же касается самой комнаты нашей. Какой по величине она должна быть. Ну, для начала я советую вам все-таки сделать такую комнату, чтобы вам там было удобно. И плюс она не должна быть очень-очень большая, потому что ее там необходимо будет освещать. Вот, чем больше вы бьете тут булыжник, тем больше времени, соответственно, расходуете. Так, разбиваем дальше. Добиваем еще чуть-чуть. Ну, в принципе, комната, основная комната почти готова. Нам необходимо будет сейчас создать еще двери и факелы. Ну, я бы еще, ну, если мы тут не найдем уголь, то надо будет нам сделать древесный уголь. Итак. Уже темнеет. Уже темнеет. Итак, где будем брать уголь? Давай подумаем еще раз. Копаем вниз дальше, да, наверное, или как лучше? Копаем вниз, да. Так, все, копаем вниз. Поехали. Нам срочно нужен уголь. Иначе... Папа, давай двери сделаем, а то сейчас там крипер заспавнится, он нас убьет. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не хватает у нас здесь. Наверное, надо ниже просто бить, да? Да, ниже получается то, что должно быть. Вот, по-разному бывает. Иногда, конечно, в карте буквально сразу уголь выпадает. То есть, даже в открытых, скажем так, пещерах. Но здесь у нас что-то не то. Так, уже не видно ничего. Давай, может, древесный. Так, а что для древесного нам понадобится? Дуб. Ну, давай, лучше сначала двери сделаем. Так, делаем двери. Отлично. Для этого нам понадобится древесина любого. Дерева, да? Любого сорта. Ой, что-то не то. Так, давай сейчас лишнее чуть уберем. Вот так вот. У нас делается сразу три. Так что... Нам хватит, нам надолго их, да? Так, что еще? Двери пока есть, значит, в принципе, отлично, да? Это можно не делать. Давай, скидывай. Все, так, ставим двери, да? Установка дверей. Так, вот здесь вот будем ставить двери. Так, а что они не становятся у нас? А для этого надо же их сюда ставить. А, ну, нарушили. Смотри, у нас тут сильно... Да, вниз. Вниз, да? А, и точно, точно. Раз и два. Хлоп. Все отлично. Прям супер, да? Вот. Хоп-хоп. Теперь у нас когда открытые и закрытые двери. Вообще круто. Так, быстрее. Древесину дуба, да? Да не надо, давай уже завтра это... Да не, давай добьем сейчас быстренько. Да не надо, не надо. Это уже добиваем. Сколько нам нужно еще чего для этого? Рассказывай. Давай хотя бы пять штучек, чтобы 20 получилось. Топ-факелы получились, да? Угу. Так, набиваем дальше. Все, хватит уже. И печку, блядь. Мы успеем, успеем, когда она скрипера убьет. Не, мы как раз вот успеваем. Вот еще последний дубочек вот там вот давайте собьем. Лучше убежать. Так, разбиваем здесь еще дуб. Да, и помните, когда наступает ночь, появляются ужасные всякие монстры. Они называются мобы. Да, они называются всякие мобы там. Так, смотри, у нас уже есть, по-моему, шесть древесин. Все, бегим. После чего, ой, опасно уже все, начинается темнота. Так, нам понадобится верстак или нет? Да, понадобится. Забираем. Как забрать его? Разбиваем и забираем, правильно? Или новый там уже сделали. Так, или новый, да, сделаем. Давайте разобьем старый. Вот все, верстак собрали. И вперед забегаем сюда. Хлоп-хлоп. Закрываем двери. Опа, отлично, мы успели. Так, теперь необходимо разместить верстак, да? Да, давай в уголочке. Так, в уголочке размещаем верстак у нас вот здесь вот будет. И начинается. И делать печку надо потом. Так, делаем печку. Запоминайте рецепт для печи. Так, есть камни. Так вот она крафтится. Одной печары нам будет достаточно. Да давай лучше сразу две сделаем, когда мы уже в шахту пойдем. А, точно, точно. Железо будем плавить. Сразу двойную поставим. Вот это, кстати, ты хорошо придумал. Так. И вторую. Так. Теперь мы вот тут вот ериндиенты у нас, а вот тут вот мы топливо. Топливо. Итак, печь заработала, как вы видите, стала уже светлее в нашей комнате. Уберем лишний уголек. Да, древесный уголь. Теперь нам надо сделать факелы. Так, берем... Для этого нам понадобятся палочки. Да, опять же, запоминайте рецепт. Он очень простой. У нас уже есть четыре факела. Да, с одного угля получается четыре факела. И так, первое. Освещаем комнату. Да, освещаем тут-то. Так, вообще круто теперь стало, да? И поставим потом пару факелов еще с другой стороны, да? Ну, снаружи. Так, у нас уже три угля есть. Отлично. Прям процесс пошел, как вы видите. И так, ставим палочек не хватит, да, у нас? Да ладно, еще сделаем. Вот, все, готово, да? Еще сделаем. Еще сейчас поставим. Так, давайте сейчас выйдем, поставим пару факелов. Да не надо, давай уже потом сделаем. Сейчас поставим, что мы... Ты ж никого не боишься здесь. Да, мы тут самые крутые. Мы здесь вообще тут... Нас тут все боятся. Да, мы тут самые крутые. Вот так вот и все. И закрываем вам сама тут дверь, чтобы никто к нам не зашел. Там, наверное, никого и нет. Есть, да? Дальше что мы, еще факелы делаем, да, наверное, или хватит? Ну, давай, еще сделаем. Ну, хотя не надо, хватит уже. Наверное, хватит, да? А уголь мы используем как потом? Ну, давай овечек потом будем убивать, мясо будет. Да, так, давайте теперь все-таки оборудуем нашу пещеру. Да, шахту, поэтому нам все-таки факел еще понадобится. Да, все-таки понадобится факел. Так, для этого берем древесину, да, и перерабатываем ее... На факела. Не на факела, а на палки. На палки какой там рецепт был? Так, давай-ка я сделаю на палки вроде бы, как вот это вот все собираем. И вверх, да, вот так вот? Да. Вот так вот рецепт. Так, палки. Нам понадобится побольше, да? Да, ну вот так вот хватит. Ну, 20 палок будет достаточно. Так, теперь делаем вот так вот и собираем 20... 24 вот у нас получилось факела, да? Отлично, просто супер. Да, мне сейчас надо, знаешь, что сделать? Найти железка. Да, нам нужно найти железка, но для начала нам еще, кстати, понадобится... Осветить. Да, обустроить нашу пещеру. Вот здесь вот мы не добили все-таки. Давайте вот так вот сделаем, да? Чтобы красиво у нас все-таки было. Потом мы еще вместо этого всего диорита, который некрасивый, поставим доски, да? Да, пожалуй, потом мы уже поставим доски и все остальное. Ну, то есть, скажем так, это называется обошьем наш... А тут еще может кременью выпустить. Ладно, это как бы типа земля, что-то вроде... Так, чуть-чуть расширяем. Так. Это что-то вроде земли вот это вот. Так что это не надо? Кирковец добывать. Так, вот так вот, отлично. Так, есть. Идем дальше. Идем дальше. Вот здесь вот разбиваем вот нашу... Так. Берем факела. Все, и проходим, да, чуть-чуть вот сюда проходим. Так, факел берем, да. Ставим. Подожди, сейчас нужно поставить его. Давай сюда поставим. Сюда не... Опа, отлично. Есть. Дальше берем кирку и опять начинаем работать. Но как-то уголь не появляется. Но вообще самые интересные ресурсы, я хочу вам сказать, они находятся внизу. Это алмаз. Он на ниже шестнадцатого уровня находится. Да, да, да. Что-то лагает немножко у нас. Да, что-то не то, как-то что-то с сетью. Ладно, мы и без этого справимся. Так, а ну-ка, в чем же дело? Почему же она так подлагивает-то, не пойму. ФПС прям двенадцать стал. И видишь, еще уголь нам дает опыт. Кстати, да. Что-что? А вот тут у нас получается дополнительный опыт. Так, ну, пока мы обустроили нашу пещеру, я думаю, первый выпуск на этом будет завершен. Вот, смотрите наши следующие выпуски. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также пишите в комментариях свои вопросы и пожелания. Ну что ж, пока-пока!